Всем привет! Сегодня будет феноменальный выпуск! Феноменальный, потому что водка называется феномен, а не то, что вы там себе все подумали. Кстати, мне кажется, один я ее не пробовал. Еще. Водка у нас особая, поэтому я жду вкуса. Ох, звуки загробного мира какие-то, такой скрежет. Задатки особого здесь имеются, потому что не просто тут спиртик и вода. Пить вредная, жить страшно, и все мы там будем. Феномен. Я бы, конечно, мог бы процитировать тренера сборной России по футболу Карпина и сказать, ну и. Но не тот случай, потому что, да, вкуса прилично. Вопрос в том, какой это вкус. Цедра лимончика была. Непонятно еще какое-то словосочетание тоже имело место быть. Смотрим. Значит, у нас здесь, конечно, бутылочка достаточно красивая, матовенькая. Ну, прям глухари, ну, практически. Феноменал квалити. Водка феномен. Пролил, ну, зато красиво. 4005 оригинал. Здесь у нас написано спирт альфа и классик водка. Интересно, классик это в какой категории классик? Потому что, ну, классик это, наверное, спирт вода и водка, чтобы была не особая. Так я вижу в своей реальности. Значит, водка особая. Феномен состав. Вода подготовленная, исправленная. Спирт альфа. Сахарный сироп. Ароматный спирт имбиря. Ароматный спирт корок лайма. Делает у нас баш спирт. Здесь есть два завода. Значит, город Бирск и Белебей. У меня, судя по буковке В, Белебей. Диджей поясился. Понеслась, коза по ипподрому. Теперь закушу. У меня тут такое, что-то среднее между салом и мясом. Я его поджарил. Чтоб на всякий случай погибла последняя бактерия Сережа. Картошечки сварил. Помидорочка. И арбузики. Вот лимонная составляющая здесь очень богатая. А вот имбирь. Не знаю, как-то странновато. Он для меня здесь раскрывается. И достаточно сладко. И да, водка не жесткая, но достаточно своеобразненькая. Конечно, очень специфический вкус. Хотелось бы, конечно, узнать, при чем тут феномен. У меня тут невольно вспоминается цитата из городка, когда Юрик, как я играл. Меня даже режиссер самородком назвал. Илюш, ты не обижайся. Не самородком, а выродком. Шутки за 300. Блин, у меня сегодня видео получается из разряда страх и ненависть монтажера. Потому что постоянно что-то отвлекает. То какие-то упыри под окнами начинают галдеть, материться, отношения выяснять. То какая-то музыка начинает играть. То по батареям стучать. Никакого покоя, ёпта. Вот о поводке я могу сказать так, что весьма специфично. И я, наверное, несколько ожидал другого. Ну, рассматриваем дальше. Лимон. Да, цедра чувствуется очень ярко. Имбирек, ну, не знаю. Он, конечно, здесь есть. Но именно вот это взаимоотношение его с цедрой и с сахаром какое-то не вполне приятное. Лично для меня. Сладости навалили. Послевкусие долгое. Съем арбузик. Диджей-дебил у микрофона. С таким звуковым эффектом. Это, наверное, водка, которую не надо закрывать. Нужно открыть и выпивать полностью. Ну, естественно, в приятной и доброй компании. Вообще не пейте с плохими людьми никогда. До добра не доведет. Ладно, давайте еще немножко. Ладно, здесь, конечно, опять же, мои ожидания, мои проблемы. Здравствуй, друг Аршавин. Ну, что-то она меня не вдохновляет. Все, грядут итоги. Грядут или гремят. Я чу турку. Ценю где купил. Все, как всегда, все стандартно, серо. Значит, я покупал ее в магните. И я брал ее за 399. Сейчас она подешевле. По-моему, 359. Но это для меня абсолютно классический вариант. Потому что я, значит, долго там могу что-то высиживать, выхаживать. Значит, жду, когда акция. Потом, видимо, не дожидаюсь. И как только я куплю, почему-то вот оно. Маленькое лажанто. Выглядит симпатично. Бутылочка красивая. Может быть, кого-то она манит. Канал же все-таки про вкусовщину. Это же мое личное мнение, да? Вы же помните, что всяким тут бородатым дяденькам на ютубе верить нельзя. Короче, не подошел мне данный феномен. Не мое это сочетание имбиря, очень ярко выраженной лимонной цедры и сахара. Но, конечно же, своего любителя найдет. Что можно сказать? Водка особая, да, вкуса завезли вагон и маленькую тележку. Но именно для меня вкус больно своеобразный. Уж сильно своеобразный. Я все-таки имбирька здесь ждал немножко другого. Ну, Аршавин. Мои ожидания, мои проблемы. И дальше по тексту. И что-то как-то вот по сладости она прям с переборчиком. По моим ощущениям. Ну, не жесть. Не жесть, вкуса завезли. На этом и закончим. От меня, если говорить по баллам, будет 3 с минусом. А, еще отдельно, конечно, надо выделить. Все, шарманка сломалась. Вот. Все сказал. Всех с наступающим. И, конечно же, до скорого. Ну и да, мнение мое субъективное. Ни в чем не разбираюсь. Пойду в лес. Там хоть снежок есть. Правда, леса нет.